Мы попрощались с Юрием Дмитриевичем Гудановым. Это, я уверен, знает сегодня вся страна. Миллионы людей скорбят. Русский полковник, наш офицер, героически сражался в Кавказе. Отставил государственные интересы. Сегодня подобные войны идут по всему миру. Большой войны, слава Богу, нет. И он честно заработал свой орден мужества. И являлся примером для своих солдат. Служицы сейчас говорили, как раз. Служицы сейчас защищал их, спасал их. И боролся с теми снайперами, которые, так сказать, периодически убивали. Издалека. Сдатели на кладбищах обычно засады устраивали. Наши солдаты не могли поверить, что с кладбища может достигнуть снайперской. Ну и этот суд, после 9 лет он отсидел. 8 лет. Мы считаем, что он достоин полной реабилитации. Приложим все силы, чтобы вернуть ему звание полковника. Он его заработал как офицер русской армии. И орден мужества, чтобы вернули. Ну вот удастся где-то в каком-то одном из городов России название улицы его. Потому что это вот сегодняшняя такая война. Она и в Северной Африке такая, там тоже гражданская. Там тоже не может быть, так сказать, ослепительных подвигов. Это все внутреннее, везде. Но у всех впечатление о нем было связано с тем, что человек старался, мужественно боролся. Условия тяжелейшие были. Поэтому в такой войне нельзя требовать от людей, чтобы они в белых перчатках, так сказать, могли все вычислить. С глонасом не было никаких приворов, никаких условий. Поэтому их посылают на бой, посылают реально на смерть. И они погибли. Десятки тысяч погибли и в Афганскую войну, и в Кавказ. Игорь Ильич Куданов будет служить, так сказать, примером мужества. Его злодейски убили. Убили потому, что он русский, потому что он полковник русской армии, потому что он защищал интересы России на Кавказе. Это чудовищно. Такого не было ни при царе, ни при советской власти. Я посмотрел, что было бы во Франции, если убили бы полковника французской армии, и воевал бы в Лондоне, или в Лондоне убили бы полковника британской армии за какие-нибудь события в Бангладеше, в Банглакистане, еще где-то. Немецкого полковника бы убили в Берлине за то, что немецкие солдаты раскопали какое-то кладбище в Берлинестане. Был такой сюжет. Или американского полковника за тюрьму обугреть. Нигде, волос не тронули нигде, с офицеров армии. Это прямая агрессия. Прямая агрессия. Бомбили страны эти, захватывали их президентов бешено. И никто не допустил, чтобы полковника этой армии, где-нибудь в Вашингтоне, Берлине, Париже или Лондоне, так вот зверски убили. Это приравниваю к убийствам Кирова 1 декабря 1954 года в Ленинграде. После этого начались депрессии против пятой колонны. Много было и безвинных жертв, но значительная часть была уничтожена той самой пятой колонны, которая совершила у нас Октябрьскую революцию. Они все были вырезаны, все уничтожены. Поэтому после 11 марта, я надеюсь, начнутся решительные действия верховной власти, особенно органов правоохранителей. Мы будем укреплять и ФСБ, и все спецназы, и новая русская полиция, и армия. Я думаю, что уже гибель, убийство полковника уже отомщено. Уже убиты десятки террористов, которые думали, что они будут праздновать свои мерзкие действия 10 июля. Уже ночью 10 вечером они были уничтожены и дальше будут их уничтожены. А мы надолго, навсегда запомним Юрия Дмитриевича Буданова как полковника русской армии, героически стражавшегося на Кавказе. За интересы России, за интересы русского народа. Спасибо. 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 Спасибо.